Добрый день, уважаемые гости моего канала! Вас приветствует Alex007 И сегодня у нас будет Мощная киберспортивная дуэль Касса и демаги в Purple War Мы продолжаем И в принципе, можно сказать, что Завершаем серию роликов по Purple War Действительно, вот то, что у нас Будет сегодня Это такой заключительный эпизод Нашей небольшой серии роликов Об этой интересной игре Вот игра действительно прикольная На самом деле нравится очень Темп прежде всего Игра прям ощущается по скорости Как StarCraft, и это здорово Просто что-то новое, знаете, какая-то такая Временная разрядка просто От StarCraft, которая при этом Позволяет получать большое удовольствие от игры В отличие от многих других RTS Которые, ну вот, нам, StarCraft'ерам Чем-то не нравятся Здесь прям действительно Не знаю, вот у меня У меня само начало ощущение, что Я играю в что-то родственное и близкое У Димаги и Каса тоже обязательно посмотрите предыдущий ролик Если не видели, где мы там Играли 2 на 2, 3 на 3 Общались, были командные игры Было много всего веселого Вот, ну а сейчас Мы посмотрим такую серьезную Киберспортивную дуэль Каса и Димаги И будем сейчас разбираться Как они сыграют на карте Которая чем-то похожа на Lost Temple Правильно? Она фактически по канонам Lost Temple Наверное, сделана, можно так сказать Тут чуть-чуть какие-то вещи по-другому Конечно, выглядят там всякие карманные экспанды и так далее Но Есть что-то общее Особенно с таким центром карты Первый наш сегодняшний матчап Это играющий за хуманов Димага И играющий за эльфов Кас И для того, и для другого игрока Пока основная раса это орки Но за другие расы они тоже успели нормально поиграть И мы сразу видим, насколько разные опенинги выбирают игроки Конечно, пока тут нет какой-то, знаете, своей устоявшейся меты И пока игроки просто вольны делать все, что угодно Ну вот, что делает Димага Димага будет рашить с трех бараков А Кас будет пытаться отбиваться Потому что Кас вообще идет во вторую базу И вот все зависит от того, отобьется ли он Димага идет на разведку сначала на правый респаун В свою очередь Кас поехал сначала налево Ну и туда же налево побежали два первых мечника Димаги Прикольно то, что Димага сейчас может подумать, что Кас именно слева находится Потому что он видит этого рабочего И сейчас он, соответственно, да, всеми войсками бросится сюда И будет до последнего искать здесь Даже этот мечник, он скорее всего не на разведку наверх Он сразу сюда через атаку идет Но потом Димага внезапно понимает, что не все так просто Ну и сейчас посмотрим, что будет делать Кас Кас, естественно, заказывает лучников Попытается он отбиться от выхода соперника У него очень сильная экономика Сейчас у него уже добывается газ У него есть два барака и можно делать активнее лучников Но при этом у него нет возможности как-то обстраиваться стат обороны Ой, а еще эти лучники намного медленнее мечников Из-за чего у Каса будут большие проблемы Если он не выведет свое время на рабочих Рабочих он выводит Но прям вообще это ему не помогает И Димага вот так простым рашим тремя бараками Отправляет Каса учиться играть Не такое жадное макро получается Просто три барака Просто уверенно прибежали мечники и все развалили Изи Легчайший, легчайший 1-0 в пользу Димаги Вот так на карте на 4-х человек Димага отправил Каса на пересдачу экзамена Ну что, хорошее начало для Димаги Уверенный 1-0 в его пользу Напомню, что я предсказывал именно победу Димаги в этом шоу матче Причем так достаточно уверенно Но посмотрим, может быть Может быть все будет выглядеть по-другому В нашем следующем сете Создам с паролем, чтобы к нам никто лишний не заходил Следующий сет у нас будет на карте Lost Legacy Вообще, с точки зрения темпа, конечно, это прям даже мобильные игры напоминает Но с точки зрения графики где-то тоже Понятное дело Но с точки зрения темпа тоже прям Игры могут заканчиваться легчайше за 2-3 минуты Сейчас посмотрим, как сыграют Кас и Димага при другом соотношении сил На этот раз Кас будет играть за Хуманов, Димага за Эльфов Димага может поехать за Фотоник на самом деле Если он хочет продолжить делать ставки именно на ранние стратегии Почему бы и нет? Так, да, Димага у нас играет за красных Вот он у нас здесь Внизу на 6 часах Мы на этой карте славное 2 на 2 играли Удачное для пары орков, за которых тогда играли Кас и Димага За оркова не успели освоиться наилучшим образом И, возможно, что с тем рабочим вообще? И, возможно, за орков мы увидим как раз Десайдер От обоих игроков Такс, ну, что? Сейчас Димага просто ставит внизу Древо жизни На котором На котором потом будут ставиться новые Здания Игроки решили рашами обменяться как раз Видите, они Они решили Побыстрее закрыть вопрос Ну, вообще прикольно Вот поймет ли Димага, что чего-то не хватает То есть он сейчас приехал на разведку Он видит, что ставится Ферма Понимает ли он, что уже должен ставиться барак Или нет? Это очень интересно Потому что если Кас, например, прямо сейчас поставит барак Он может таким образом, мне кажется, обмануть Димагу И Димага подумает Да ладно, вроде Похоже на стандартное начало Хммм Что будет делать Димага? Димага в экспанс собирается идти По-моему, как раз По страте Каса А тут уже второй барак в центре пошел Хмм Мне кажется, сейчас игроки могут абсолютно одинаковыми победами обменяться Ну да, Димаги Вот я думаю, что Димаги кажется, что это экспанд От соперника А не два барака с центра Что здесь? Давайте посмотрим Ну тут ставится алтарь Алтарь Это здание, которое позволит потом застроиться Димаге Опа Вот Димага и нашел Вот Димага и нашел бараки в центре А Каста, между прочим, с первой попытки не угадал, где соперник появился Хмм Сейчас интересно, что будет дальше происходить Потому что вполне вероятно, что у Димаги сейчас будет достаточно денег Для того, чтобы прям серьезно дозаказаться Он закрывается как будто бы наглухо И ставит первую пушку Вторую пушку следом А тут, кстати, тут вообще-то не глухая стенка Но, по-моему, Каста это не понимает Димага дальше застраивается Это очень похоже на ПВЗ такое, знаете, зерлинги пытаются пробежать И протас такой не дает О, ну все, вот это уже реальная стенка Но с другой стороны уничтожено здание, которое как раз позволяло ставить новые пушки Хватит ли двух пушек для того, чтобы остановить Для того, чтобы остановить этот прорыв Вполне вероятно, что да Двух пушек хватит Димага от первой волны отбился Но я был в такой же ситуации И Каст знает, что нужно делать дальше Да, дальше нужно делать арбалетчиков Чтобы они потом подходили и фокусили эти пушки Это вообще большой вопрос, что дальше будет делать Димага У Димаги вообще экономика довольно слабая, я вам доложу 10 лимита То есть у него всего сколько рабочих Не, ладно, рабочих у него побольше Ну-ка, давайте посчитаем 12, 13, 14 Блин, а что показывает вот эта штука? Ха, не понимаю Мне казалось, что это лимит, но вероятно это не лимит Так, тут появились два арбалетчика против одного эльфийского лучника Но сзади еще будут постреливать пушки Training Hall, то есть второй и третий барак сзади ставят Димага И попробуют дальше на маслучниках воевать На самом деле сейчас экономика, мне кажется, сопоставимая Тут 10 рабочих на минералах Тут их суммарно 7 плюс 6, 13 Ну, то есть нет такого, что это прям вообще Совсем разная экономика какая-то Касс продолжает строить арбалетчиков Ставит вторую базу, кстати И еще идет вперед рабочим Так, ну здесь он просто прижал лучников Как Димага позицию лучником выбирает, посмотрите Но при этом первая башня сейчас падет Окей, то есть тут у кассы есть какой-то локальный успех Димага очень здорово играет И сейчас он начинает строить лучников уже с трех своих бараков Так, а куда рабочий пошел касса, интересно? Куда и зачем? Он поставил кузницу, он свою башню думает здесь поставить Нет, что? Уоу! Он ставит прокси Завод, который строит воздушных юнитов А тут касс Находит этого рабочего Димага хотел зафотонить вторую базу касса Но не сможет Окей Так, интересная ситуация Касс успел выйти в Т2 И сейчас он ставит в прокси этот завод Для того, чтобы сделать передроп Типа, чтобы не ломиться в лоб Ну, тут, мне кажется, главная проблема Для Касса заключается в том, что у Демаги Как бы это сформулировать Ну, типа, сама по себе армия, мне кажется, в ближайшее время Просто-напросто больше станет, нет? Нет такого То есть, да, тут делается транспортник И все это можно передропать Но армия Демаги как будто уже посильнее 13 юнитов на 12 13-й подходит Здесь башню ставит на выходе с базы соперника Касс Окей, Касс делает передроп Было бы прикольно, кстати, и рабочего еще передропать И, знаете, еще тут где-то башенку какую-то построить Так, ну окей Это, конечно, резкий поворот для Демаги Который такого не ждал Быстрый дроп от Кассы Ну, Демаги, посмотрите, сколько лучников Мне кажется, Демага в этом сражении победит просто-напросто Да-да-да Но это, с другой стороны, урон по рабочим То есть, Демага в сражении победил Однако, сказать, что он прям победил уже в игре в целом Я все еще не могу Рабочих у Димы очень мало, кстати У него сейчас на минералах всего 12 рабов получается Да, сейчас суммарно 14 Ну, у Кассы больше должно быть У Кассы здесь 6 Здесь... А, тоже 14 Окей Делать еще один дроп уже будет довольно странно Тут готова зачем-то именно баллиста Противовоздушная башня, я не понимаю Это типа... Не, все-все, она обратно превращается в обычную пушку Которая по земле бьет Так, интересно Появился герой У эльфов Эльфы делают выход Касс тут же делает дроп на мейн к эльфам Очень круто сейчас Касс сыграл Поймал соперника на выходе Демага получает дроп Кассу нужно, конечно, дома сейчас застраиваться Потому что у соперника очень опасный выход с героем У Кассы героя нет Демага, судя по всему, потеряет мейн Но Демага собирается идти убивать И Кассу крови из носу нужен герой или куча башен Если не будет ни того, ни другого Я думаю, Касс уже ничего не сделает Потерян мейн Да, это сильный ход от Касса Демага остался без мейна Но мне кажется, что Касс останется сейчас просто без ничего Потому что башня потеряна А здесь герой Здесь герой Это похоже на 2-0 в пользу Демаги Да Очень быстро эти лучницы эльфа вместе с героем разберутся Ну и какими-то рабочими Касс уже ничего сделать не сможет Конечно, в теории одна база в одну Касс мог бы драться Но он понимает, что он ту армию не убьет GG! 2-0 в пользу Демаги И пока надо сказать, что просто шикарно все удается Деме Великолепно Великолепно все удается Демаге Да, 2-0 в пользу Демы После победы и хуманами, и эльфами Так, мы продолжаем в сете номер 3 Касс теперь уже пикает свою сильнейшую расу Это его последняя раса, которая у него осталась Демага, соответственно, не проигрывала еще ни за одну расу У нас, знаете, такой матч? Матч на выживание тремя расами То есть у каждого из игроков есть 3 жизни По одной жизни за каждую расу И вот жизни Касса уже закончились за хуманов и за эльфов У него осталась только жизнь за орков У Демаги все еще есть все 3 жизни Поэтому он может выбирать любую расу, какую хочет Вот видите, под эту карту, под, так сказать, Lost Temple У которого есть еще в кармашке хорошая локация Демага может выбирать хуманов Ну а Касс попробует отыграться за сильнейшую для себя расу орков Если получится, то, значит, в этом бою 5 у Михаила еще будут отличные шансы Давайте посмотрим, что будет делать Демага Потому что Демага-то, похоже, снова собирается за людей Отыграть агрессивно Он помнит, наверное, как Касс в командных играх играл в быструю базу орками Нет, это чисто разведка Нет, подождите, что это такое? Куда? Да, да, Демага на разведку пошел Окей Касс было дело, короче Играл в быструю базу орками в командных играх Его там застраивали, потонили Но в итоге оба игрока идут в быструю разведку Наученные они горьким опытом Вот этот орчий гоблин Вообще странно звучит Но это действительно гоблин расы орков Идет вперед Но я не уверен, на самом деле, насчет вот такой локации Все-таки там нет газа Но для орков, возможно, это не принципиально На самом деле, можно понять логику Оба игрока найдут соперника со второй попытки И Демага решил в итоге пойти в быстрый таунхолл В быстрый центр Да, на самом деле, и Касс тоже, видите Они на этот раз, не сговариваясь, оказавшись на кросс-респаунах Играя через разведку при этом Все равно пошли в быструю базу Но при этом Демага берет базу извне Потому что, конечно, для хуманов Очень важны оба ресурсы Ну, а Играющий за орков Касс Попробует все-таки именно через Минералонли сыграть В кармане Такую очень Надежную базу Которую тяжело выбить Разные стратегии у игроков Ну, посмотрим, чем в итоге все это закончится Кто больше ресурсов добыл? Чуть больше ресурсов добыл Демага Несмотря на более раннюю разведку Интересно Ну да, это из-за того, что... Хотя нет Стоп, строительство сильно не отличается Ладно, не знаю из-за чего Может из-за того, что Демага лучше оптимизировал Свою добычу Вторая база готова У орка У хумана тоже вот-вот будет готова Продолжается тут такая беготня рабочих Очень старкрафтерские Причем это больше, знаете, из первого старкрафта Такой рабочий, очень долго катающийся по базе соперника В нашем случае бегающий Появился первый орчий воин Который очень быстро объясняет рабочему Что тот зря тут застрял Хорошая такая локальная победа для кассы Демага не успела увезти своего рабочего Ну я не думаю, что прям первыми же орками Касс сможет добиться чего-то серьезного Хотя справедливости ради Орки действительно Вот за счет стартовых юнитов Смотрятся очень мощно Да и вообще орчие лимиты смотрятся очень мощно На мой взгляд, мощнее Смотрится только мех Теранов, дропхуманов Ну и может быть Частично воздушная армия эльфов У эльфов, конечно, хороший очень воздух Но пока здесь до макра и до серьезного воздуха не доходило Пришел первый воин Он, кстати, может надавать этим двум пехотинцам Но там уже и арбалетчик появился Поэтому, сделав один фраг Воин отступает Будет тихонько регениться Или не будет А, его догонят Он уже никуда не отступен Его просто догоняют И убивают Окей Так, тут пошли еще буткемпы Но пока у Каса очень простая стратегия Он максимально раскачивает минеральную экономику Причем он в этом сильно преуспел Я вам должен сказать Очень здорово его экономика сейчас выглядит Всего один рабочий на газу Зато На минералах у него сейчас суммарно 17 У Демаги, мне кажется, поскромнее Нет? А, у Демаги, вот У Демаги, видите, сильно перенасыщен натурал И не докачан немного мейн Вот я смотрю на мейн Вижу, что тут даже не хватает рабочего на одном из кристаллов Оказывается, это из-за того, что у Демаги там на натурале было много всего Но вот Демага заметил Перевел рабочих на внутреннюю карманную базу Оба игрока, конечно, так очень быстро по-старкрафтерски раскачиваются Сейчас посмотрим, во что дальше будут переходить Пока мы видим Пока мы видим соплей блок у Демаги, кстати Но он из него выходит Видим, что Демага просто делает Арбалетчиков, мечников И он еще не перешел, в принципе, в Тир 2 Доступны легенды То есть можно будет сейчас потихоньку Делать героев Или легенд, если уж этой терминологии следовать Арбалетчик и мечник Это ключевые юниты Демаги Для обоих делается грейд на скорость Так, ну здесь что? Здесь делаются Аратулы Это вот такие юниты-стрелки Которые атакуют По земле и по воздуху И делаются воины То есть пока, в принципе, оба игрока делают ставку именно на Тир 1 юнитов Ну и первый герой у орков заказан Это Акмун Нифига, Демага тут добавил резко Бараков и две кузницы Да, ну и у Демаги тоже сейчас герой появится Судя по всему Ну или будет заказан в ближайшее время Да Вот и Дэвид Стэнли Герой Хумана в заказе Ну, что мне не нравится у Демаги Что он на Тир 1 сидит Он не выходит в следующий тир главного здания Как следствие, я так понимаю, будет чисто на пехоту у него ставка Ну вот именно за Хуманов мне не очень нравится такой стиль Мне кажется, что как раз чуть лучше работает механизация Хуманов Но она дорогая, для нее надо дожить Видим, что больше золота дробгаза собрал Демага Чуть больше минералов собрал Каз Появился Акмун Очень жесткий герой орков Так, ну и какой-то лимит здесь довольно неплохой Собрал Каз, собирается с ним идти вперед Тут, конечно, лимит тоже довольно жесткий, прямо скажем И очень в больших количествах Сейчас с пяти бараков может штамповаться Демага Дима потихоньку даже четвертую базу занимает и раскачивает Отметим, что оба игрока как раз проверяют, не слишком ли обнаглел соперника Здесь Демага здорово начинает сражение, просто окружая героя соперников Но использует свою способность наложения страха на юнитов врага Акмун это заставляет на время Демагу остановиться Проблема Демаги в том, что он героя не взял с собой в атаку И это сильно повлияет на ход сражения Грейды 0-0 у обоих игроков Но вот был бы тут герой у Демаги, мне кажется, дела его шли бы намного лучше Но герой что-то пока сидит дома, отдыхает Из-за чего у Димы тут действительно проблемы Сейчас он уже вместе с героем может попробовать подраться Дим! 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 Ну есть же герой! Ну что такое все? Ну сейчас уже герой сам пошел в атаку И ему можно включить обилку тоже Но это... Во! Включая Димага, неуязвим становится герой В самой гуще событий И Дэвид Стэнли сражается Но видно, что все равно вот Очень много уже было невыгодных разменов, конечно И Касса сейчас может пробить Спала легенда Хуманов У Димаги тут нет какого-то, не знаю, какой-то защиты с башнями Вот чего-то такого, что могло бы его остановить Точнее, что могло бы остановить Касса Могло бы остановить это наступление Чет героин бы пишет Димага Да не, ну Дим, ну если бы твой герой не стоял там где-то в стороне В течение долгого времени Наверное, было бы попроще А так GG 2-1 становится счет Касс чуть-чуть подровнял, подровнял ситуацию И сейчас попробует на орках развалить уже эльфов Димаги Как я понимаю, Дима своих орков тоже оставит напоследок Что ж, давайте Давайте посмотрим Мне, кстати, нравится лобби-система Так все быстро, легко работает У нас в Старкрафте лобби дольше загружаются, чем в Purple War Давайте напишем 1, 2, 3, эльф-версус-орк Есть! Блин, вы теперь знаете пароли к моим лобби Ёлки-палки Только никому не говорите, ладно? Что вообще все мои пароли в интернете это 1, 2, 3 Или такие нельзя иметь пароли в интернете Поехали 2-1 в пользу Димы Продолжается наша БВ-5 Тут, если что, ребят, нет такого, что у нас там все срежиссировано Еще должен стать 2-2 и потом Десайдер Нет, такого нет Мы просто позволяем игрокам по очереди сыграть каждой расой И вот пока ты не проиграешь за какую-то расу Ты можешь за нее играть И суммарно БВ-5 То есть, если Дима сейчас победит за эльфов Что вполне вероятно Ну, что ж Получается, орчая зеркалка нам уже не нужна Чтобы определить более сильного Purple War-щика, да? Purple War-щика Ну тогда знаете, что мы сделаем? Тогда я брошу вызов Димаге, его орку И сыграю за Хуманов В нашей заключительной на сегодня парте Но я думаю, что Дима должен Должен будет сейчас показать хороший бой против Кассы Но вот обыграет ли он Кассы, это вопрос Димага поехал на очень раннюю разведку На самом деле, вообще так рано разведывает Димага Но, наверное, он прав Наверное, действительно в этом есть смысл А может, он вообще фото не собирается Давайте посмотрим, никаких гарантий С другой стороны, орков оттонить не очень прикольно Потому что у орков сразу Первые же ребята очень жесткие Ну посмотрим На разведку пошел Икас Че у Димаги? Ключевой момент Какое здание? Это Training Hall То есть Фотонок не будет Ну, аналога Фотонок, конечно Это Эльфийский барак А вот орк, по-моему, собирается идти в базу Так и есть Орк ставит базу побыстрее Но Димага может попробовать сымитировать зафотонивание на самом деле Вот я бы на его месте обязательно поставил тут Своё древо жизни Мне кажется, это могло бы очень сильно Испугать соперника Почему бы и нет Ну, в итоге Что делает Димага? Димага, кстати Быстрый газ идет Он же быстрое золото В терминологии Purple War Пока сюда Двух рабочих отправляет Три нужны для максимального насыщения Как и в Старкрафте Мне, кстати, понравились комментарии К еще самому первому видео Ну, не самому первому, в смысле Первому вот из новой серии роликов По Purple War Там кто-то писал Эээ, Алекс, блин, не шарит реально По своей старкрафтерской мышечной памяти Троих рабочих отправляет на газ Когда достаточно всего одного Нет, это люди пишут Которые невнимательно мое видео слушали Потому что я рассказывал Что число справа Это количество тех Кто может добывать одновременно А так, как бы Никто не мешает отправлять больше рабочих И смотреть, как бы, сколько реально нужно Академия и три барака Ну, то есть тут прям раш какой-то будет Рабочим Кас видит, что у соперника Не будет Второй базы Поэтому Кас попробует просто отбиться От раша соперника Нужно быть очень осторожным С этими лучницами Потому что Лучницы Не супер здорово будут пробивать Орка, орка Тут есть возможность посадить рабочих в логово И за счет этого отбиваться Еще есть воины Мне кажется Честно, мне вообще пока не нравится Идея димаги Но Дима вот прям попробует То есть он хочет Или он все-таки будет вторую базу ставить Не понимаю пока Выглядит так, будто он хочет пропушить Да По ресурсам давайте посмотрим Пока Кас добыл чуть-чуть больше Минералов Но несущественно Дима пока так Чисто одним рабочим На лон-дистанс майнинге Но здесь строятся безостановочно Орщи и воины Из двух буткемпов Поэтому я пока не знаю Я очень скептично настроен По поводу планов димаги Мне кажется Кас очень легко отобьется И Дима без второй базы То есть он чисто с трех бараков Пока просто клепает лучниц И делает имгрейд на атаку Угу Ну То есть тут скорее всего Логика в том Что он не хочет доводить до стадии Когда у соперника уже будут легенды Он вот героя орков Может быть им бой считает Не знаю Может быть в этом дело Ну плюс один на атаку Мне совсем не нравится Вот Рэндж лучница И апгрейд на скорость Которая у них сейчас есть Это прикольно Можно кайтить Согласен Согласен Выглядит уже Очень свежо Да С апгрейдами Один апгрейд уже есть Скоро будет второй Еще и на рэндж Тогда совсем весело Кайт пойдет Тут приходится сразу сажать Рабочих В логово Я бы еще Как минимум Одно сюда поставил Новые аратулы Делаются Ну вот Аратулы конечно Очень круто Себя ощущают У них средний армор Ну честно говоря Я не знаю Как это сочетается С Уроном от лучниц Но просто визуально Лучницы им мало Урона наносят Лучницы чисто на пофиг Выбили логово Ну вот Фокус аратул Плохо дается Лучницам Видно что аратулы Прям шикарно Против лучниц работают Вообще шикарно Димага пытается Кайтить Включает обилки На скорость перемещения Скорость атаки Такой себе стимпак Этим лучницам Но видите Пока ничего не получается Пока очень Здорово держатся Орки Тут еще такая позиция На хайграунде Прикольная Еще одно логово Есть И уже Уже делается Первый герой Акмун Да Тут можно конечно Прыгать Лучницами Фокусить Аратул Одну за другой И хорошо контролит Димага Но вот будущее Мне не ясно Одна база Да Нужно ставить Безусловно Аркан парагон Для того чтобы Героев построить Без героев Кина не будет Но глобально Это все уже так Довольно тухло Смотрится То есть Газ уже видите Прям сильно передобывал Прям очень сильно Передобывал В полтора раза Больше газа Там по минералам Все хорошо Каз уже Третью базу Собирается ставить При том что Димага реально С одной Все это время Качает Одна база Не скоро закончится В этом большое преимущество Purple War Над Старкрафтом То есть тут вроде Темп игры высокий Но нет такого давления На тебя Что ты должен Как можно быстрее Новые базы Пытаться занимать Ну и делается Бейниэль Или Бейниэль Не знаю как его правильно Для того чтобы Остановить Акмуна И его гвардию Аратул Да Здесь просто будет Попытка продержаться На натурале При том что Натурала нет Деревья жизни Чисто Похилить Кого-нибудь Попытаются По возможности Так Акмун уже здесь А чё по таймингу Героя Димаги Пока беда Пока беда Имя-то плохо слушаются Просто убегает Ими Сейчас Димага Пытается потянуть время Деревья жизни Он потеряет Но Надо просто Дотерпеть до героя Героя можно попробовать Фокуснуть На самом деле Шансы отбиться Здесь у Димы есть Вопрос в том Чё дальше будет Фокуснуть героя Окей Допустим Это Димаге удается Но там столько Ратул Сзади Ой Ратулы Мне кажется Сейчас Просто могут По очереди Лучше Перефокусить И всё Дальше как бы Ничего не сделает Димага Да У Димаги уже нет армии И То что он там даже Как-то с горем пополам Отбивается на мэйне Вы понимаете Ничего не меняет На дистанции Все игры GG 2-2 2-2 Становится счёт Кас на орках Обыграл Димагу Который играл На хуманах и эльфов Так что для обоих игроков Сильнейшая раса Это именно Орки Ну и сейчас В пятом решающем сете Мы как раз увидим Эту дуэль Орков Узнаем Чей орк Сильнее И узнаем Кто победитель Ну играть мы будем Теперь на Big Game Hunters Пятый решающий сет Орка против орка Должен быть сыгран На вот такой Жёсткой Макро карте А то мы два раза Посмотрели на Карты дуэльные Теперь можно Теперь можно Насладиться Большой красивой картой Возможно Большом красивом макро Посмотрим как пойдёт Димага уже с нами Ждём пока Присоединится Касс Поехали Орчья зеркалка Димаги и Касса Оба за свою Сильнейшую расу В Purple War играют Ну и мне кажется Да что орки Сейчас как будто Круче всех выглядит В мидгейме Хотя может быть Это просто на наши Нубский Старкрафтерский взгляд Не знаю Ну что Ох Респауны Так какие Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Респауны у нас Интересные Господа На трёх часах Появился Синий орк Касс Справа внизу На четырёх с половиной И появился красный орк Димага Очень быстро игроки вступят в конфликт Друг с другом Карта конечно огромная, но Я думаю здесь просто не будет так развиваться Игра, что игроки прям Не будут трогать друг друга Думаю, что бы здесь не происходило Кассы Димага прям быстро Вступят в конфликт Посмотрите на их билды Прям секунда в секунду Готово логово у обоих Добывают ресурсы зеркально просто А, кстати, знаете, что мне кажется Это показывает количество построенных юнитов Вот типа у вас есть изначально, да, 4 рабочих Суммарно 9 А вот это число это то, сколько вы построили Юнитов или лимита по сравнению с изначальным Ну короче, на самом деле это похоже, наверное, на значение лимита Только надо отнимать Точнее прибавлять 4 И будет реальный лимит игрока Как-то так Окей И в итоге оба в базу идут Еще не знаю Блин, как не повезло в плане разведки Димаги Вы посмотрите на эту жесть Дима всю карту оббежит Прежде чем найдет соперника рядом с собой Но и кассу тоже Оба игрока Проводят разведку против часовой стрелки Но в этом есть какая-то логика Потому что, типа, ближайший к ним респаун находится Именно так, против часовой стрелки В итоге Оба, появившись друг рядом с другом Будут бегать по всей карте Прежде чем Обнаружат друг друга Это забавно Так, первая разница в билде У касса 2 барака Правильно, касс синий У касса 2 барака После базы У Димаги барак газ Это интересно, кстати Потому что, вроде Быстрый газ оркам не особо что-то там решает Мне нравится эта беготня Реально так прикольно Две с половиной минуты До появления легенд Что там было написано эльф? Никто не знает, кстати Не понимаю Да, Ратула Дэн Быстрый ставит Димага Ну, я пока не знаю Мне чуть симпатичнее билд касса Но посмотрим Посмотрим Может быть, это будет первая игра В нашем БВ-5 Которая выйдет прям в макро-макро Где будут Какие-то другие юниты Кроме Т1 юнитового первого героя Но Тут пока понятно, что Уровень исполнения Все-таки не очень высокий И не удивительно, что игра Прям в какой-то мега-макро Не склонна выходить Так Вот только пошел второй барак У Димаги Мне кажется, что логово Есть смысл на второй базе ставить Вот так, как это делает сейчас касс Потому что в случае чего Это Хорошая оборона Качественная Все, Димага уже Абсолютно все разведал С последней попытки Он находит Базу касса Прикольно Можно рабочим сейчас пробежаться Все разведать Так А вот здесь уже не разведаешь Потому что здесь Ратула появится И касс Который тоже, естественно С последней попытки Димагу находит Сильно далеко не пробежит Димага может тут долго Бегать, что-то смотреть Заказаны Ратулы у касса Орки На самом деле Могут быть достаточно сильны В обороне За счет своих Этих землянок Тут интересно Кто решится Первым нападать Несмотря на то Что вроде там У касса побольше юнитов Касс, кстати Третью базу ставит Намного быстрее Чем Димага Ну Димага Зато грейды делает Активно Делает апгрейд на Ренш Ратулам И уже делает Плюс один на атаку У касса пока Всего этого добра нет Касс просто Ставит базы Бараки Базы, бараки Базы, бараки То есть у касса пока Такой Геймплей Более примитивный Димага Димага Прям вот видно Очень Очень Интересный подход У него Он прям Старается На грейды Обращать внимание Не отставая Конечно от соперника По производящим мощностям Доступны легенды Нет сомнений В том Что оба игрока Как можно быстрее В них попытаются Выйти Такое ощущение Что прям Секунда в секунду Посмотрите Посмотрите на это Вот давайте Запоминайте Сколько там хп Смотрите В левый нижний угол На хп Чуть-чуть Буквально На Я не знаю Там Треть секунды Димага отстал Не более того Сразу заказан Акмун Первый герой орков Так У касса Кстати уже Третья база Раскачана Ну При этом Я пока не скажу Что он сильно Вышел вперед По экономике Но Лимита у него Больше Глобальные ресурсы Вон добыл больше Дела у него идут Чуть лучше Но не забываем Что При этом У него нет апгрейдов Димага кстати Вот этой разведкой Сейчас понял Что у соперника Уже третий Может ли он Что-то с этим сделать Вопрос Вопрос Ну Плюс один Атака у него Скоро будет Это может Серьезно Помочь Плюс Четыре ренджа Есть Бонусных Да Здесь восемь ренджа Там двенадцать Это все решает Мне кажется Отсутствие апгрейдов Может сильно Сказаться на К4 Верные кассы Касса Касса Ставит Монстр Скейдж Это Для производства Более продвинутых Юнитов И тут Также Монстр Скейдж У Димаги Слушайте Но у них У них Реально Такое ощущение Что уже Свои билды Какие-то есть Какие-то Стратегии Атак Акмун С той С другой Стороны Герой С той С другой Стороны Куча Рату Но опять же У Димаги У Димаги Плюс По ренджу Этих самых Рату Мне кажется Это может Очень сильно Помочь Страх Скастовал Сначала Один Потом Второй У Димаги Очень своевременно Дотекание Из воинов И не забываем Что если что Можно отступить Под До землянки Пока Оба героя Прям впитывают Безумно Много урона По моему Просто Все войска С обеих сторон Работают На Нанесение урона На фокус фаер И в итоге Похоже Что пойдет Именно синий Герой первым Важная Локальная победа Димаги У которого Плюс один На атаку Также доделся Ну Да Мне кажется Не стоит Слишком Зарываться героем Но Димага Довольно Грамотный Бегал Кайтил Тем не менее Герой в итоге Умер Дальше В перестрелке Аратул Победят Красный Значит ли это Что можно дальше Прессовать Вот я бы не стал Говорю им откровенно Я бы не стал Прессовать Тут появился Второй герой Даумабиан Если честно Я не знаю Что он делает Что он кастует Касс пока Просто фокусируется На том Чтобы восстанавливать Саратулу Так А тут делаются Кто Личи Делаются Первые у кассы Но до них Еще нужно Дожить И сейчас Это кажется Проблемой Потому что Димага С героем Идет вперед Нужно подождать Пока появится Акмун И сажать рабочих В землянки Для того чтобы Можно было Сейчас за счет От этого Оказать дополнительное Сопротивление Если честно Что например Димага Роликов по Purple Wars заканчивается Обязательно скачивайте Демо-версию игры по ссылке Из описания и закрепленного комментария Присоединяйтесь, играйте Ну а для нас с вами На сегодня все, для вас комментировал Alex007, до новых встреч Всем пока и удачи, услышимся